Недавно у флагманского аудиоинтерфейса Apogee под названием Symfony появился вот такой миниатюрный аналог. Это настольная версия Symfony. Назвали её, в принципе, ожидаемо Symfony Desktop, то есть настольная Symfony. Вещица не самая дешёвая, честно сказать, но вспоминать ценообразование Apogee в целом и стоимость оригинального рэкового Symfony всё становится вполне себе логично. В общем, друзья, я приветствую вас на канале Давай Запишем. Здесь мы с вами говорим про аудио, и сегодня будем всячески крутить и рассматривать вот этот самый приборчик. Из входов на корпусе, ну по крайней мере, сзади мы найдём всего два комбо-разъёма, пусть они вас не смущают. Это звуковая карта формата 10 на 14, то есть одновременно мы сможем писать до 10 источников и воспроизводить на 14 независимых, ну я не знаю, пусть это будут громкоговорители. Давайте перечислять всё вместе и по очереди. Итак, по входам. Первые два входа, это аналоговые комбо-разъёмы. Сюда можно подключить микрофоны, неважно, какие динамические или вот как в нашем случае конденсаторный микрофон. Сюда можно подключить линейные источники, это выходы из предварительных усилителей, эквалайзеров, выходы синтезаторов, драм-машин и тому подобное. И конечно же сюда можно подключить инструмент, но для инструмента есть отдельный вход на пылевых транзисторах, он у нас выведен спереди карты, и с собой он заменяет второй аналоговый вход. То есть вы можете, например, воткнуть микрофон в первый разъём, в первый канал, а гитару воткнуть вот сюда, она встанет на второй канал и записать что-то вместе. Микрофон плюс гитара. Кстати, именно так мы и сделаем наш сегодняшний тест, но до него нам ещё предстоит добраться. По микрофонным предусилителям нам, прежде всего, интересны две очень важные фишки. Во-первых, это усиление на каждый канал до 75 децибел. Цифра действительно не маленькая, учитывая малошумящие преампы, которые здесь установлены. Кстати, давайте посмотрим, сколько усиления сейчас подаётся на этот микрофон. 46 децибел я подаю, и сейчас вы меня слышите как раз таки с этим самым усилением. Вторая фишка, о которой я бы хотел поговорить, это технология Apogee Alloy. Это эмуляция, которая создается не только с помощью аналоговой части, с помощью железных компонентов, которые вы можете найти в этой карте, но и с помощью DSP-процессора. То есть это совместная эмуляция, в ней принимает участие как аналог, так и цифра. В конечном итоге мы можем получить достаточно интересный звук на выходе. Теперь всё то же самое, но в более понятном виде. Итак, тут у нас есть две разновидности эмуляции. Это, ну назовем их так, более американский и более британский звук. Всё строится на двух крутилочках в основном управления. У нас есть предварительное усиление и есть усиление выхода. Соответственно, мы можем их как-то подгонять друг по отношению к другу, можем наваливать по входу, делать выход поменьше и получать вот этот самый тёплый аналоговый saturation, назовем его так. Опять же, на одном из преампов есть очень классная фишка, её мы сейчас с вами обязательно послушаем. Это изменение сопротивления, потому что вы все прекрасно знаете, если мы на предварительном усилении по входу меняем сопротивление, то микрофоны, особенно динамические микрофонные, ленточные, катушечные, они начинают звучать немножечко по-другому, и довольно часто они начинают звучать лучше, поэтому мы это с вами тоже послушаем. Повключаем, попереключаем, я дам субтитр, и вы сами будете видеть, что и как я убираю, что и как, куда я включаю. Ну и послушаем разницу в звуке. А я уже давно потерял счёт дням, сколько их прошло, уже не знаю и сам, и почти не жду, что найду ответ. Ты была реальной или это мой бред? Я тебя создал снов, счисловались, старисуя эту любовь. И в какой-то миг ощутив твой пульс, я думал это сон и так жалел, что проснусь. Но каждый день, каждый прожитый час, я видел небо в глубине твоих глаз. И если это просто мой бред, я буду в нём жить, никому не открыв секрет. А если ты дана мне в награду, то что ещё мне может быть надо? А если ты со мной, я могу дышать. Если ты со мной жива, моя душа. Каждый новый вдох для тебя одной, сердце бьётся вновь, если ты со мной. А если ты со мной, мир меняет свет, и других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной. Нас ведёт любовь, если ты со мной. Давайте вернёмся обратно к входной части. Помимо двух аналоговых каналов, здесь у нас установлен оптический ADAT-интерфейс. Он может работать и в режиме S5-AF, и в режиме S-MAX, но нам всё-таки больше интересен ADAT, потому что это дополнительных 8 цифровых каналов, которые мы можем с вами вывести наружу, докупив специальный прибор, который называется предусилитель с оптическим же интерфейсом, который у него есть на борту. От входов к выходам давайте считать вместе, потому что я вам сказал тут 14 выходов. Итак, первая пара, это два канала мастер. Обычный, привычный нам всем мастер. Ещё два канала, это стерео выход под наушники. Ещё два канала, это ещё один стерео выход под наушники. Здесь два независимых стерео выхода, один на большом джеке, второй на маленьком джеке, и это неспроста выходы с разным сопротивлением. Сюда мы можем подключить как полноразмерные студийные уши, так и привычные капельки. Такая возможность тут имеется. Немножко смущает то, что выход под наушники капельки дан сзади, не совсем это удобно, но всё же. И дальше снова вступает в игру ADAT интерфейс, который нам даёт дополнительно восемь каналов на выход. Их вытащить наружу, начать им пользоваться мы также сможем, докупив специальную железку, которая на борту так же, как и здесь имеет оптический интерфейс. Внешний вид, как говорится, моё почтение. Сегодня с этим проблем никаких нет. И наверное, потому что это Apogee, а возможно, потому что если вы давно сидите на этом канале и смотрите наши обзоры, вы знаете, что меня вот форм-фактор такого чего-то настольного, что можно держать под рукой, подкупает. Именно поэтому в своё время я приобрел такую карточку, но не будем об этом. Управляется всё это дело достаточно просто. Во-первых, стоит поговорить... хотя давайте начнём всё-таки с контрольной панели на компьютере. Знаете почему? Потому что мы её с вами не увидим сегодня, потому что у меня Windows, и ребята из Apogee, это не плюс, это не плюс, это скорее минус. До сих пор не сделали версию прошивки вот этой карты, чтобы уже в Windows мы могли открывать контрольную панель и что-то там делать. Эта штука появится только в следующей прошивке. Мне же меньше работы с одной стороны, но с другой стороны мне бы очень хотелось вам показать эту штуку, потому что сейчас мы сидим на версии 1.1.0, и здесь, к сожалению, контрольной панели для Windows ещё не завезли. Печально. В целом, по управлению с карты всеми функциями можно управлять прямо отсюда, не имея контрольной панели. Крутилочка отвечает за функции, которые мы можем крутить, настраивать и тому подобное, и так далее. Крутилочка нажимается, нажатию можно задавать различные функции. Например, сейчас под нажатие у нас прописан мьют мастера и мьют того, что идёт к вам на тихий контроль. Можно поставить, допустим, мьют только мастера, а тихий контроль чтоб оставался. Например, если вы записываетесь у себя в домашней студии, чтобы во время записи метроном шел только в наушники, а не в мониторы, нажимаете, мастер мьютится, делаете запись, размючиваете мастер и слушаете, что у вас получилось. Здесь функционально есть три слоя, наверное, их так можно назвать. Вот такой главный. Из него мы можем переходить в настройки микрофонов, в настройки выходов первые, вторые, наушники и главный выход. Всё доступно отсюда. Опять же, если мы идем куда-то глубоко, кликаем несколько раз, нам открываются различные... ну тоже такие подслои внутренние. Это есть у мастера, это есть у входов, которые на этой карте аналоговые. По наушникам всё то же самое. Можно... люблю это слово... свайпить! Вот примерно так. Очень-очень-очень здорово, мне нравятся такие вещи. Есть настройки, есть вот такое окно, это такая мастер-матрица, наверное, её так можно назвать. Сюда вам выводится всё и сразу. И кликая по вот этим маленьким кнопкам, вы можете уже более детально приближаться на какие-то отдельные органы, например, мастер. Видите, голос мой скачет. И уже отдельно, как-то более близко управлять с мастером. Если нужно снова посмотреть на всё, возвращаемся обратно. В целом здесь совершенно нет ничего сложного. Ну естественно, контрольная панель на компьютере... она выглядит достаточно интересно, и вы сейчас можете при желании найти, как она выглядит на Mac. Я надеюсь, что на момент уже выхода этого ролика вышла новая прошивка, и если вы вдруг станете обладателем вот этой штуки, то в ближайшем будущем вы сможете насладиться управлением, но уже с компьютера. Внутри этой карточки вы найдёте DSP процессор. Он позволит нам использовать плагины обработки от Apogee, во-первых, не нагружая ваш компьютер лишний раз, а во-вторых, в режиме реального времени всю обработку вы будете слышать сразу без задержек. При покупке Symphony Desktop нам бесплатно дают два плагина. Первый плагин это Channel Strip. Там мы найдём компрессию, там мы найдём эквалайзер, и там мы найдём сатуратор, которым можно и даже нужно пользоваться. Второй плагин это ревервератор под названием Spaces. Кстати, в создании этих двух плагинов принимал участие Боб Клэр Маутон. Довольно известный мужик, четыре номинации на Грэмми. В целом, это компетентный парень, так что его выбору в звучании плагинов мы доверять можем. Если вам недостаточно этих двух плагинов, можно докупить дополнительные. Там есть компрессоры, там есть какие-то устройства в духе старых пултаков, там есть эквалайзер немножечко иной. И от того же самого Клэр Маутона там есть достаточно интересный процессор эффектов, наверное, его так могу назвать, потому что там и ревер, и дилей, и какая-то модуляция с питчем. Короче, очень интересная штука, которая, безусловно, добавит красок вашим миксам. К слову о том, как красить миксы. Вот эти самые эффекты из DSP мы можем использовать несколькими путями. Мы можем использовать их только для мониторинга, пока записываем. Мы можем их использовать сразу на запись, то есть как пишем, такой звук у нас и остаётся в проекте. Выбор за вами. Добрались мы с вами наконец и до задержки. Это достаточно важный параметр, который в этом ролике мы будем измерять с помощью специальной программы. Результаты измерений вы видите на своих экранах прямо сейчас. Скажите, кстати, вот нравится вам именно такой способ измерения ASIO задержки? Или, возможно, нам стоит вернуться обратно и смотреть задержку в цифровой рабочей станции? Что вы об этом думаете? Если вам нравится именно такой способ, то им далее мы и будем следовать. Что нужно сказать ещё о задержке? Это важный параметр не только, когда вы сводите, но и, конечно же, когда вы записываете что-то, потому что очень часто и для вокала, и для гитары нужно повесить обработку в реальном времени. И эта самая обработка, она жрёт мощности компьютера и звуковой карты. Соответственно, карта с малой задержкой позволит вам записываться комфортно, не слышать свой сдвоенный вокал или свою сдвоенную гитару, будто на ней наложен какой-то дилей. И, конечно, комфорт это наше всё, без этого никуда. Сейчас, если я уж так плавно подвёл к гитаре, давайте сюда подключим электрогитару, запишем её сухой звук, попробуем послушать как сухую гитару, так и как-то в дальнейшем обработаем её. Естественно, весь звук сейчас вы услышите своими ушами. Как я вам и обещал, ролик будет завершаться небольшим тестом, где мы одновременно подключим вот сюда вокалиста и гитариста с акустикой на этот раз, ну и послушаем, а что же они нам сыграют? Камень на стену летали журавли, ты так хотела вновь коснуться нашей любви. Сто дорог ко мне прошла, за любовь всё отдала, и мы... Мы коснулись пальцами слияния сердец, и такую страсть я так хочу уберечь. Может, ты наивная, что веришь в меня, но я за любовь. Я готов отдать всё на свете, потому что мы с тобою как дети. В целом, это была миниатюрная версия того самого Symphony от Apogee. Ну что тут сказать? 75 дБ усиления на каждый микрофонный канал, преобразователи прямиком с рэкового Symphony, усилители для наушников, кстати, очень неплохие и для того, и для того выхода, ну и куча интересных фишек. Этим всё и сказано, об этом был весь ролик. К примеру, если мы говорим о ценнике, а стоит она около 135 тысяч рублей на момент снятия ролика, стоит помнить, что полные рэковые версии Symphony стоят от 347 до 948 тысяч рублей в зависимости от их конфигурации. И важно понимать, что вот эта настольная версия, по сути, это всё тот же самый Symphony с теми же самыми плюшками, с теми же самыми возможностями, но с меньшим количеством каналов на вход и на выход, и в немного вот таком уменьшенном и, что называется, настольном формате. Это всё тот же самый индустриальный стандарт, это всё тот же самый symphony, который любят повсеместно. Та же самая железка, которая звучит на многих записях и звук, который так ценится профессионалами во всём мире. В любом случае, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Это был канал Давай Запишем. Напоминаю, здесь мы с вами говорим о Pro Audio, а я не прощаюсь, я лишь говорю до свидания, до встречи в следующем ролике! Крутить и рассматривать вот этот самый приборчик. Приборчик крутится!